у меня нарос укроп и я решил сварить борща в принципе можно было бы сделать салат из помидоров но у меня всего лишь один помидор денег у меня осталось на бензин и пачку сигарет поэтому я буду варить борщ что нужно чтобы сварить борщ нужно залезть в морозилку найти куски мяса вообще дело благое для всей семьи потому что холодильник забитый он замороженный как надо его использовать вот берете кусок мяса желательно с косточкой берете чистую кастрюлю наполняете ее водой побольше желательно все бросаете туда мясо борщ начинается если вы первый раз варите мясо то вы должны знать один килограмм мяса варится один час это совершенно не знать что пол килограмма мяса варится полчаса нет пол килограмма мяса тоже варит сейчас для борща вам понадобится капуста капуста называется белокочанная капуста покупаете и начинаете так вот резать потом крошить предварительно нарезаем так потом шинковать будем поперек вообще можно варить конечно из квашеной соленой капусте ну я скажу вам там проблема каким-то образом это стабилизирует суп и если ее бросить раньше картошки то картошка долго варится и какая-то деревянная получается вот про соленую капусту я вам скажу что еще про квашеную капусту такой практический опыт однажды мы решили замариновать шашлык и майонезе там них приправах каких-то не в просто кваши в соке и квашеной капусты заквасилась она короче замариновалась но потом я же приготовил шашлык короче готовил я готовил 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 а потом оказалось что мясо жесткое и приходилось его жевать но но и на полчаса каждый кусочек никогда не используйте сок квашеной капусты для мариновки мяса для борща нужно обязательно свекла свекла всему голова могут я начал резать капусту вот видите как я нашинковал так и так вы внимайте внимайте моему опыту вам пригодится 8 марта не за горами приготовить и жене борщ вот мясо у нас закипела вот там пенка всякая разная и желательно снимать пусть кипит на слабый огонь ставим и все времени определяясь так вот мясо закипело и через 40 минут когда мясо проварится достаточно я начинаю зак закладывать эти самые ингредиенты всякие разные во-первых свеклу твердая есть разные точки зрения каким образом свеклу значит я предпочитаю вот так покрошить ее кубиками кубиками режет и все вот сначала я забрасываю значит свеклу потом капусту но через 40 минут после начала кипения свеклу капусту потом картошку а потом вот на этой сковородочке я сейчас на сами пожаре лук лук морковку еще четыре отношений помню всю жизнь я чистил картошку морковку ножом и никогда не испытывал проблем но оказывается изобрели вот такую вот его а вы овощечистку вы как человек городской не выросший в деревне не копавший по 500 ведер у которого очистки уходили свиньям так что ничего не пропадала вы можете купить вот такую овощечистку и безопасно совершенно можете чистить овощи для тех кто не имеет опыта работы на кухне обращаю ваше внимание что овощи овощечистку нельзя использовать при чистке лука лук чистится просто ножом ну плачете и чистите помидоры тоже не чистится овощечисткой вы приготовить приправу я достал кусок сала из холодильника сейчас отрезал сейчас тоже его буду шинковать на сковородку ну конечно полезнее для здоровья братья это самое дезодорированное рафинированное масло подсолнечное как сказать растительное его делают из всего подряд вот но я хочу настоящий борщ конечно на саль надо сказать что с салом на кубани большие проблемы запрещено держать домашних хозяйствах даже ветврачи призывают стучать доносить если кто-то держит поэтому ну салове это вот вроде как от домашней свиньи от подпольной продающиеся в маленьком магазинчике вот а то что на агрокомплексах выращивать там напичкана антибиотики минутам и сала на не похоже обычно если я берусь чего-то готовить конечно я обхожусь одной разделочным доской но тут только вот ради видео все задействовал мне уже не осталось ничего вот бросаем сало на сковородку включаем газ с нами всегда газпром в каждой ложке борща есть доля газпрома в каждой ложке у нас потаяло потаяло у нас сало нашинковали лук вот это критический момент приготовления борща в это время вы начинаете плакать когда кожуру снимаете еще не так и сейчас мы будем пассировать слова это не русская скорее всего французская французы гордятся они говорят что это мы придумали книгу женщину и кухню может быть она и так конечно пассировать или пассировать я знаю что другое французское слово поймать клеваж когда мы до убили кувалдами уголь чтобы он раскололся и бывает долго шашкувал до отскакивает а важно поймать клеваж то есть такое место это лук у нас лук у нас румянится и в это время не мешкая значит нужно брать морковку терку и очень осторожно очень осторожно видите как морковка хорошо почищенного овощи чисткой вообще не очень нравится по с ножом конечно жалко что в мое время не было такого очень осторожно берете терку и на ней шинкуете морковку вот на этой вот крупной но будьте ради бога осторожно товарищи мужчины потому что это очень опасный инструмент очень в плане безопасности я еще раз подчеркну очень опасный острый инструмент поэтому когда у вас остается крохотный кусочек морковки не надо ее дошинковывать до конца съешьте этот кусочек съешьте он богат витамином c каротином высыпаем морковку помешивая мало мне луком не всегда луком мало я пол луковицы отброс время готовить помидорку дурку разрезаем пополам зарезаем у нее вот эту сердцевинку попку жопку зачем она нам нужно через полчаса после кипения мяса я бросил туда свеклу порезанную дольками что-то мне показалось она сейчас выварится и будет мало поэтому я шинковал еще на мелкой терке свеклу очень мелкой вообще конечно первым делом когда надо было после лука бросить свеклу свекла дольше всех варится помните это ну и в общем то я вам не советую этого делать но мне захотелось я сейчас сделаю пусть она у меня шинкуется на столовой очередь помидора берете помидор и шинкуете его как можно мельче мелко 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 ну вот это трудно конечно шинковать потому что он тепличный или турецкий вообще пластмасс не шинкуете и бросаете если вам кажется что тут начинает подгорать помидоры тут самое вовремя из них много жидкости и все это смягчает нашу заправку я вам скажу конечно летом помидоры будут классные у хороших фермеров самое вкусное на Кубани я вам скажу это помидоры помидоры просто божественные настоящие если вы их купите ну даже среди лета продают турецкие везут пароходы в Геленджике портик сделали чтобы из Турции привозить новороссийский само собой тащит изо всех семей и местные конечно выращивают да че? да нету русских помидор у нас же семян нету просто напросто нету семян ни помидор ни свекла ни морковь сюда же я бросаю лавровый лист и перец черный горошком вот 45 минут уже варится мое мясо можно забросить капусту типа 20 минут до готовности бросили капусту не пугайтесь ее всегда кажется много она сейчас осядет вообще воды мало ну я выхожу из этого положения просто по-крестьянски кипячу в чайнике воду и потом добавляю капуста уже закипела а картошка у меня не готова так что вы не стесняйтесь если вы первый раз собираетесь это дело приготовить заранее начистите картошку бросьте ее в воду пусть она лежит ей плохо ничего не будет наоборот ей будет хорошо лишний крахмал выйдет картошки я похоже начистил лишний но это у меня постоянная проблема всегда беру одну лишнюю капуста у нас кипит в принципе принцип закладки кладете одно оно закипает потом можно следующее именно важно что закипит предыдущее ой густо ну все придется по-крестьянски выходить из ситуации не забыл я сказать что над заправкой под заправкой выключил огонь крышки накрыл чтобы она стояла подстаивалась собственно духмане и еще одно гениальное изобретение есть на кухне это чеснокодавка если у вас мелкий чеснок или вообще вам уже некогда бросаете целиком эти самые дольки чеснока давите вот так часть чеснока я бросил в сковородку с этой приправой а несколько долек вот так пошинковало сейчас брошу просто в борщ наверное это не совсем правильно ну я же не должен сварить идеально или вы на 8 марта варите главное не будьте идеальны не будьте зачем вам это надо не бойтесь ошибиться ошибаетесь ну что люди варят всю жизнь а тут вы приходите на лыжах и давай варите лучше всех зачем это нужно зачем людей обижать нет вы просто должны показать умение что вы умеете все нашинковать и по очередности забросить в кастрюльку и что оно не сырое и даже соленое а кстати соленое я же еще не солил вот сейчас посолю ну всегда возникает вопрос сколько солить вот на такую кастрюлю я смело столовую ложку сыплю вот у меня стаканчик какой остался от сибирского делового союза от девчонок с которыми мы устраивали КВН счастье есть счастье близко вечное счастье за сбычу мечет ну что скажу картошка варится 15-20 минут то есть все вы закинули картошку 10 минут пусть она кипит после этого бросаете заправку вот ну а соль то есть ложку бросили а потом смотрите и добавляете там по вкусу убавить то нельзя а прибавить то всегда можно пришло время бросить заправку ой как у меня тут шкварчит красиво у меня рук не хватает вот она наша заправка сейчас мы ее добавлять будем не снимая видео красота есть такой вот хитрый способ потом еще тут всякая вкуснятина раз и вот так выливаете все он должен кипеть он все красивее и красивее становится хотя конечно я не знаю я всегда мечтаю что он красный такой будет но потом я понял что напрасные конечно это мечтание свекла выкипает а красным получается это свекольник на Украине делают такой супчик правда наверное не только на Украине но в Киеве в какой-то крутой гостинице с обкомом КПСС я был значит нас угасили утром ледяным свекольником страшное дело честно говоря борщ у нас уже варится час десять минут так что мясо мы пробовать не будем оно должно свариться а вот определять готовность борща в принципе я определяю по картошке достаете картошечку и лучше пробовать ее наверное типа еще две минуты покипеть в принципе можно выключать и все он сам дойдет вот видите уровень высокий это я просто из чайника дарил кипяченой воды и все кипятка только делайте это осторожно чтобы никто не видел о картошечку то я попробовал чуть-чуть соли не хватает еще немножко соли бросим помните главный принцип не досол на столе пересол на спине вот и и выходим мы на финишную прямую бросаем нашинкованный укроп и лук в огороде есть еще у меня щавель конечно но я не пойду его какие-то твари грызут он вообще дырявый можно было бы в магазин сходить купить еще какой-нибудь зелени потому что хохлушки говорят ой у меня борщ там 56 ингредиентов 48 ну у меня никогда больше 16 не было это уже в разгар лета конечно ты зачем мне я ж не гонюсь за славой вот вот борщ я сварил сейчас повезу друзьям клубнику укроп и редиску они меня накормят ужином ну к борщам наверное вернусь поем со сметаной вкуснятина вот так что ничего не бойтесь беритесь смело осторожно с режущими предметами берегите себя вот ставьте лайки опять же подписывайтесь бог даст так завтра я может быть сделаю эти самые как их оладушки вот у меня кислое молоко как-то женщины его смешивают с мукой и делают оладушки или блинчики я не знаю завтра поэкспериментируем приятного аппетита классный борщ шум в таком проэкспериментруем и это поэкспериментруем Продолжение следует...